Добрый вечер, друзья! В эфире КХЛ-ТВ, информационно-аналитическая программа КХЛ Подробно. Подводим итоги очередного игрового дня в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Меня зовут Владимир Гучик, по правую руку от меня Александр Гуськов. Всем привет! Сегодняшний игровой день стартовал матчем в Омске, где СКА принимал петербургский СКА. Омск не знал побед уже на протяжении четырех матчей. Ну и разумеется, омская команда сегодня пыталась прервать неудачную полосу матчей. Получилось это или нет, мы сейчас увидим. СКА в свою очередь в последнем матче одержал победу над Медвещаком, домашнюю победу. Ну и сегодня в ворота Омского авангарда вернулся Константин Баролин. Это большое событие. Ну и очень здорово встреча началась для Амичей. Мусатов забросил уже на шестой минуте. Да, в своей свойственной себе манере силовой продавливает оборону с левого фланга. И можно назвать этот гол тачдауном. Да, очень похоже было на это. А СКА забрасывает за 6 минут 50 секунд ответную шайбу. Вадим Шипачев отличился. Ну подправляет он шайбу под бросок Панарина. До перерыва СКА не только отыгрался, но и сумел выйти вперед. На сей раз партнер из Шипачева отличился Артемий Панарин. Просто шикарно разобрался Панарин с Баролином. Ну и помогла ему в этом оборону авангарда, дав ему остаться один на один. Смотрим фрагменты второго периода. Большинство у СКА и это большинство завершается третьим взятием ворот. Ну вот третий из этой тройки забил Додонов. Ошибка в позиционной обороне в меньшинстве. Забивают спокойно, без каких-либо проблем. До перерыва авангард сумел сократить отставание до минимума. Вадим Хаминский мощно бросил и забил. Порьба на пятаке, много попыток бросить. И вовремя накатился Хаминский и попал точно в ворот. У авангарда на то, чтобы исправить ситуацию, был еще целый период. Однако за 20 минут игры, а мячей так и не сумели сравнять цифры на табло. Таким образом, авангард терпит уже пятое поражение подряд. Команда после Нового года играет в основном дома. И вот это уже седьмое поражение для авангарда в десяти домашних матчей. Не радует результативность вот этих четырех предыдущих матчах. Авангард забрасывает исключительно по две шайбы. Этого порой не хватает для того, чтобы побеждать. Ты прав. И многие сегодня ждали возвращения Барулина. И оно состоялось. И все думали, что с его возвращением команда заиграет по-другому. И естественно, все думали, что авангард сегодня победит. Но, к сожалению, авангарда этого не случилось. Где-то не помогли сами хоккеисты. Где-то Константин, может быть, не подвыручил. Но в итоге мы видим пятое поражение подряд. И видим то, что ситуация не идет в лучшую сторону. Но эта ситуация может улучшиться. Вернулся Сергей Широков. Немножко раньше травмы его замучили в этом сезоне. Дважды он оказывался в лазарете. Вот вернулся Константин Барулин. Может быть, этого и не хватало. Авангарда в прошлых матчах. Так вот разыграются Барулин в воротах. Уже лидеры выздоровели. Все пойдет на лад? Возможно. Надо дать время для того же Широкову. Все-таки он достаточно много матчей пропустил. И сейчас ждать от него какого-то чуда, что он выйдет и начнет забивать, я думаю, не стоит. Другая проблема в том, что был травмирован еще один форвард Каларик. И связка Попов-Пережогин-Каларик, который в начале чемпионата показывал себя с лучшей стороны, к сожалению, при травме Каларика распалась. И сейчас, в сегодняшней игре, в сборную уехал Попов. И опять эту тройку не могли собрать вместе. Возможно, и в этом тоже кроется поражение. Вообще, если смотреть на состав Авангарда в начале сезона, если мы говорим о тройках, нападении парах оборон, то он сейчас очень сильно отличается. Опять же, это связано раз с тем, что травмы были. Суммин, просто приходилось принимать какие-то решения, чтобы что-то изменить. Ну и по ходу сезона очень много молодых игроков появилось в составе Авангарда. На твой взгляд, они как оправдывают доверие тренеров? Ну, понятно, не все, но кто-то из них. Мое мнение, что многие игроки Авангарда не соответствуют тем задачам, которые поставлены перед Омском в этом сезоне. Да, было хорошее начало. Вроде бы и команда подбиралась опытная, сильная. И бюджет у Омска очень хороший. Но почему-то, я думаю, многие разочарованы в игре Омска, потому что чего-то не хватает. И вроде бы напрашивалось при травмах ведущих игроков какое-то усиление. Хотя бы чуть-чуть усилить не столько нападение, сколько оборону. Да и вообще глубина состава. Потому что мы видим, травмируясь ведущие игроки, пошли в основу молодые, и они по большому счету не смогли заменить. И сейчас мы это видим. Ну, тот же обмен, например, Шутца на Ванделе. И, ну, по-русски, можно сказать, шило на мыло. И что Шутц сейчас совершенно пропал, так скажем, в этой команде. Он сыграл, по-моему, 8 матчей. Там статистика невелика. Но все-таки, ну, надо, повторюсь, надо было смотреть на усиление команды и делать какие-то шаги. А может быть, это не вина Шутца? Мы знаем, что в «Адмирале» у Шутца была очень хорошая статистика. И в прошлом сезоне один из лидеров в этом году по ходу сезона вернулся в «Адмирал». Все нормально. Может быть, здесь проблема как раз не в нем, а в том, что тренеры его не очень правильно используют в Омске. И в этом, возможно, есть правота в том, что каждого игрока надо уметь использовать. И было видно, что Суманин где-то потерялся, когда пошла вот эта полоса неудач. Потому что это было видно по его поведению. По крайней мере, я это видел со стороны. Как он вел команду до этого, как он, так скажем, держал ее в кулаке. Сейчас такое ощущение, что человек потерялся и делает какие-то другие шаги для того, чтобы выправить ситуацию. Но, к сожалению, этого недостаточно. Ну, может быть, вскоре Суманин найдется. Тем более, помощник Суманина Эдуард Занковец нам сегодня рассказал о том, что с Суманином все в порядке. Он такой, как и был прежде. Эдуард Занковец, помимо этого, нам рассказал о том, почему сейчас у «Авангарда» вот столь невыразительная серия. И что нужно сделать для того, чтобы в ближайшее время результат пошел в гору. Конечно, домашняя серия не складывается так, как хотелось бы. Но, тем не менее, стоит отметить, что те игры, которые команда играла и проиграла, проигрыши были или в овертайме, или в одну шайбу. Поэтому здесь не все так плачевно, на самом деле. То есть есть моменты, которые объективные факторы, которые повлияли на это. Есть субъективные факторы. Но я думаю, что мы справимся с этим. Нужна нацеленность первая на бросок. А уже после броска будут вытекать различные моменты, когда уже можно будет и пас отдать, и на добивание сыграть. Поэтому акцент на то, что надо бросать, он у нас ведется. Эдуард Занковец, тренер омского «Авангарда», о том, что нужно поменять «Авангарда» в ближайшее время, для того, чтобы результат наладился. Кстати, следующий матч «Авангард» проводит вновь дома. И соперник не менее серьезный. В гости приедет финский «Йокерит». Теперь из «Омска» мы перемещаемся в Челябинск. Сегодня там состоялось очень интересное противостояние. «Трактор» принимал Нижнекамский «Нефтехимик». Совсем недавно команды играли в Нижнекамске. И там «Нефтехимик» сумел победить. Противостояние Владимира Васильевича и Андрея Васильевича. Давайте посмотрим, что сегодня было на площадке Дворца спорта в Челябинске. У «Трактора» сейчас не очень здорово складываются дела. Команда стала проигрывать. В общем, так немножечко неожиданно, но вот сегодня задача усложнилась для челябинцев. Да, они дома, но без лидеров. Попова и Глинкина, которые вызваны в сборную. Первая шайба была заброшена у нас на 13-й минуте. В большинстве Егор Миловзоров отличился. Все очень просто. Икрок закрывает вратаря. В это время следует бросок. Элементарный игровой момент. Тем более в большинстве. Это уже фрагменты второго периода. И вновь «Нефтехимик» играет в большинстве. Хорошая передача на синюю линию на «Секстона». «Секстон» второй раз пробивает «Гарнета». Здесь как раз несвойственная шайба для большинства. Атака сходу. Ну и, естественно, отличный бросок «Секстона». Смотрим, что происходило дальше. А дальше у нас «Трактор» сумел одну шайбу отквитать. Егор Мартынов на 31-й минуте делает счет 2-1. Хорошо подключился Мартынов. Нашел его пасом по «Ре». Ну и здорово бросил в ближний угол. Еще 2 минуты прошло. И «Трактор» сумел отыграться. Дэрон Куинт. Отличный розыгрыш лишнего. Вывели Куинта на бросок. Но с такого расстояния он не промахнулся. Да, и тем более Куинт большой специалист по игре в большинстве. Наверное, многие уже на арене стали готовиться к овертайму. И вот смотрим, что происходит. За 2 минуты ровно до конца Полыгалов забивает третью шайбу за «Нефтехимик». Вот мы видим, задел игрок Гарната. Да, Гарнат падает. И вместо того, чтобы подниматься, остается в углу. И просто бросок в пустой угол. И игра проиграна. Да, проигрывает «Челябинский трактор». Очередную встречу. Это уже шестое поражение в 7 последних матчах. Да, «Трактор» пока остается в зоне плей-офф. Но позиции уже не такие уверенные у команды Андрея Николишина. Ну вот, вроде так, было все нормально. Мы восхищались игрой «Трактора». Все шло по накатанной. Команда добавляла. Что происходит сейчас? Да, вот я говорю о шести поражениях. Да, там были поражения от «Магнитки». Было поражение от «Акбарса». Но однозначно два поражения от «Нефтехимика». Поражение от «Витязя». В планы команды Николишина не входило. Конечно, нельзя было не заметить, как «Трактор» набрал ход. Мы хвалили «Трактор», хвалили за то, что… Ну, по делу мы хвалили «Трактор». Конечно, конечно. Но сейчас, в данный момент, мне непонятно, что происходит. Возможно, почувствовав вот эту силу свою, почувствовав уверенность, возможно, ребята расслабились где-то. И сразу же идет наказание за это проигрышами. И потом собраться очень тяжело. Надо доставать из себя, вспоминать опять, как играли. Потому что найти игру сложно, потерять-то ее очень легко. И сейчас, наверное, где-то они не могут поймать этот фарт. Потому что при игре с «Локомотивом» они на последних секундах пропустили. Сегодня, вроде бы, игра… Похожая история, на самом деле. Да, похожая история. Пусть было чуть больше времени для того, чтобы сравнять. Но при такой игре это сделать очень тяжело. Ну, вот смотри, ты говоришь о затянувшемся некотором кризисе игровом. Вот команда проиграла один матч. Оптимальный вариант, конечно же, чтобы вернуться в нормальный тонус, выиграть через поражение. Вот ты сам играл. Шесть поражений команда потерпела в семи последних матчах. Какое состояние может быть сейчас внутри команды? Что должен сделать тренер? То есть, чтобы заставить опять ребят поверить. Ну, в этом и заключается мастерство не только ребят, но и тренера. И я думаю, что Андрей Николишин найдет какие-то методы, какие-то, может быть, слова. Все-таки он сделал это, когда он пришел в команду. Команда заиграла. Сейчас, возможно, ситуация чуть сложнее. Но желаем трактуру, чтобы они вышли из этой ситуации достойно. А вот Николишин, на твой взгляд, на молодого тренера, вот как эта ситуация может повлиять? Вот сейчас мы и посмотрим, как есть у него вот этот вот задел. Все-таки, повторюсь, ну смог же он завести команду с теми же игроками, с теми же вратарями. То есть, все было то же самое, что и у предыдущего тренера. Но у того не получилось, а у него получилось. Поэтому сейчас, наверное, рано говорить. Посмотрим, как он выйдет из этой ситуации. Да, очень интересно будет на все это посмотреть. Тем более, не так уж много времени остается до окончания регулярного чемпионата. Из Челябинска держим путь в Екатеринбург. Сегодня «Автомобилист» играл против «Тольяттицкой Лады. Обе команды сражаются за место в плей-офф. «Автомобилист» пока занимает восьмую позицию. «Лада» вот так вот в концовке чемпионата немножечко встрепенулась. И сейчас также имеет реальные шансы на то, чтобы оказаться в восьмерке. Давайте посмотрим, как сложилась эта встреча в Екатеринбурге. Вообще команды немного забивают в текущем чемпионате. И «Автомобилист», и «Лада». Меньше этих команд в лиге забросили только «Амур» и «Кузня» за штатные аутсайдеры. Поэтому от сегодняшнего матча никто не ожидал обилия голов. Ну и первая шайба, кстати говоря, была заброшена уже на пятой минуте. «Гункис» 1-0. Бочаров бросает с разворота и не успевает защитник «Автомобилиста» помешать «Гункису» на добивание. Да. Вот 1-0 счет стал. «Лада» не сумела удержать вот это преимущество до конца перерыва. В большинстве забивает сами «Лепистью». Хороший бросок получился у «Леписти». И, казалось бы, видел бросок Иванников, но справиться с ним не смог. Основное время матча завершилось в ничью 1-1. В овертайме гол не случился. А вот в булитной серии сумел забросить только Семен Валуйский. Его шайба и принесла. Это очень важное дополнительное очко для тольяттинской команды. 2-1. «Лада» побеждает. И «Лада» одерживает уже пятую победу в шести последних матчах. Ну, я вот не знаю. После ухода «Ежова» у «Лады» сразу же появились проблемы с результатом. Но на смену «Ежова» пришел тоже очень интересный, перспективный молодой вратарь Иванников. Не связываешь ли ты улучшение в игре «Лада» как раз с приходом Иванникова? С приходом Иванникова, так скажем, сразу же игра у «Лады» не улучшилась. Потому что все-таки пришел новый человек. И ему надо было время хотя бы в команде прижиться. В то же время, после ухода «Ежова» первое место отдали «Гласу». И думали, что, возможно, он сможет заменить «Ежова» после ухода. Но, к сожалению, для тольяттинцев этого не произошло. Я как раз думаю, что «Гласа» попробовали просто потому, что Иванников только-только в команде появился. «Гласу» дали второй шанс. Получится так получится. Не получилось, Иванников абсолютно заслуженно стал вратарем номер один. Ну, конечно. Тем более, что «Гласа» брали как опытного вратаря. Можно сказать, под первый номер. А оказалось, что он совершенно не готов. И Иванникову дали шанс. И он, я считаю, его использовал. Сейчас, благодаря во многом ему, команда набирает очки. Но смотри, не так много времени остается до конца чемпионата. «Лада», «Адмирал», «Автомобилист» – вот те команды, которые претендуют реально. Плей-офф «Нефтехимик» еще сюда можно приписывать. Вот в таком процентном соотношении у «Лады» каковы шансы на то, чтобы пробиться в плей-офф? Кого он предпочтительнее из этой четверки? Кого она предпочтительнее в этой четверке? И кто, например, на твой взгляд, выглядит лучше «Лады» и шансов больше на плей-офф? Я понимаю, такое риторическое. Да, но на мой взгляд, примерно команды все одинаковые. Вот сегодняшняя команда «Автомобилист» «Лада» – ну, совершенно одинаковая команда. Это было видно и по счету, и по статистическим данным отдельных игроков. Потому что, вот ты говоришь, что они мало забивают. На самом деле, они забивают мало, потому что лучшие бомбардиры у того же «Автомобилиста» – это Симаков и уехавший в сборную «Лазарев», которых сегодня не было. Но у них у одного 27, у другого 26. А остальные по 16 очков и ниже. То есть, это показатель того, что команда мало забивает. Ну, а кто будет забивать, если вот два игрока, у двух игроков такая статистика, а другие не могут им помочь в этом. То же самое и у «Лады». Вот поэтому сегодня и счет такой был, в принципе, 1-1 и по булитам. То есть, все закрыто и не могут использовать свои моменты команды. Это очень похоже. В целом, составы равные. Да, может быть, чуть-чуть выделяется первое звено. Очень многое зависит от вратаря. Ну, как бы то ни было, «Лады» сегодня заработал очень важное для себя дополнительное очко. «Автомобилист» тоже, несмотря на поражение, обзавелся результативными баллами. И вот «Автомобилист» продолжает уже на протяжении длительного времени обязательно хотя бы одну очко брать по итогам матча. Теперь давайте с вами посмотрим, что было в противостоянии представителей западной конференции. Отправляемся сначала в Минск, где «Динамовцы» принимали медвеща, который тоже, может быть, удивительно для многих, сохраняет шансы на плей-офф. Ему обязательно нужно было побеждать сегодня Зубров. Давайте смотреть на события на площадке Минской арены. Тим Томас, Билл Томас, Эллисон, лидеры команд, Келвин Хиттер. Так вот, по ходу сезона превратился в основного голкипера медвещака. Ну и вот они, фрагменты матча. Минская «Динамо» играет в большинстве. А мы же очень хорошо знаем, как «Динамо» играет в большинстве в этом сезоне. Он засасывает шайбы, как пылесосом в ворот. Но здесь курьезный гол. После броска Бейлина выкатился под бросок вратарь. И когда вкатывался, сам себе щитком шайбу эту завез в ворот. Да, не повезло здесь голкиперу. Ну, повезло минчанам. Это уже второй период. Позиционная атака Минска. И гол на счету Андрея Степанова. Поборолся на чужом пятаке. Степанов и уже падая, каким-то образом успевает подправить. Или у него попало, к сожалению, здесь не так видно хорошо. Но в итоге шайба записана на него. Опять такая шайба, которую можно было избежать. Хоккеиста Медвещака. Но они не сдавались. Они сражались до конца. И вот этот напор начал приносить результат ближе к середине третьего периода. Билл Томас как раз забивает за Медвещак. Здесь в борьбе с двумя игроками по футбольному коньком отдает пас. И там пустые ворота. Там нельзя было промахнуться. У минчана две шайбы сегодня пришли с пятачка. Одна шайба Медвещака тоже была заброшена с близкой дистанции. И вот здесь Медвещак зарабатывает численное преимущество. Удален Лукаш Крачек. И смотрим, как гости пользуются этой возможностью. Лайне делает счет 2-2. Удачный отскок для Лайна. Лейна. Лейна. Но и, конечно, выбрал голевую позицию. Он очень здоров. И надо это тоже отметить. Хорошая чуйка у нападающего. Но здесь, может быть, мог удачнее сыграть и вратарь. Ведь видел, что перед ним располагается опасный нападающий соперника. Четыре минуты с небольшим оставалось до конца основного времени. И минская «Динамо» фактически на зубах вырывает эту победу. Андрей Степанов оформляет дубль. Здесь не менее удачно шайба из борьбы вылетела на Степанова. И ровно в тот момент, когда он накатывался на ворот, он здесь щехура добивает. И ему просто оставалось забить эту шайбу. Ларс Хауген записывает на свой счет победу. Минская «Динамо» благодаря этому успеху укрепляет свои позиции на пятой строчке западной конференции. Здесь тоже ведь разгорается очень любопытная борьба с ярославским локомотивом. В последнее время «Динамоцы» такой стабильностью не отличались. По-прежнему результат Минского «Динамо» зависит от игры легионеров, от игры лидеров. Как всегда. И сегодня они это доказали. Но Медвещак сегодня просто упустил игру. И упустил не победу, а упустил очки. По крайней мере, оставалось не так много. И могли они зацепиться за очки. И неизвестно, добыли бы они второе очко себе. Но в итоге недотерпели они. Чего-то не хватило. И как раз им сейчас это необходимо. Они уже очень хороший отрезок проводят. И где-то начали только-только подниматься и увеличивать шансы на попадание в восьмерку. Но вот сегодня они так оступились, так скажем. Но достойный соперник. Поэтому здесь, в принципе, не растает. Январь вообще хороший выдался для Медвещака. То есть вот за это время Шэден наконец-то расстался с ненужными для себя игроками. Но вот если говорить о сегодняшнем матче, конечно же, много сил Медвещак потратил на то, чтобы отыграться. Может быть, этих сил и не хватило, вот какой-то концентрации на концовке. Возможно, возможно, да. Так и есть. И если мы говорим о главном тренере, если бы он пришел чуть раньше, то, возможно, сейчас Медвещак был бы уже на другой строчке таблицы. Андрей Степанов сегодня дублем отметился. Человек-боец, сражается постоянно. А Крикунову оказался не нужен. Ну вот не знаю, где сейчас Степанов и где сейчас нефтехимик с Крикуновым. Я только это могу сказать. Ну, в принципе-то и у нефтехимика дела складываются сейчас очень даже неплохо. Из Минска отправляемся вновь на восток. Там Акбарс сегодня принимал московское «Динамо». Еще один матч с приставкой «Топ». Эти встречи всегда вызывают неподдельный интерес, в каком бы состоянии соперники не находились. А состояние и у «Динамо», и у Акбарса что надо. Акбарс матчем против московского «Динамо» заканчивал пятиматчевую домашнюю серию. Четыре предыдущие игры казанцы дома выиграли. Московские «Динамо» перед этим матчем также отметились четырьмя победами к ряду. Тоже домашними. И вот этим матчем для московского «Динамо» начиналась выездная серия. Смотрим, как развивались события на площадке «Татнефть-Арены». Здесь Рабодин фиксирует нарушение правил. На две минуты удаляется Константин Глазачев. У Казанского Акбарса в последнее время с большинством плохие дела. Шесть матчей подряд не забивали в большинстве. И сегодня прорвало. Мюллер 1-0 на восьмой минуте. Отмечу действия Варнакова, который закрыл обзор Лазушину. И именно благодаря этому бросок Мюллера достиг цели. Кстати, прервалась очень хорошая сухая серия для Александра Лазушина. 220 минут с лишним она насчитывала. Николай Жердев еще до перерыва восстановил равновесие. А во втором отрезке «Динамовцы» сумели выйти вперед. Александр Буткин. Первая шайба в нынешнем сезоне. Десятый матч был для него. Бросок от синей линии. Не видел броска Нильсона. И так как перед ним оказались в борьбе Глазачев и Денисов. А вот здесь уже забивает сам Глазачев. В этом сезоне редко удавалось ему отличиться. Но вот в столь важном матче. Ворота, кстати, бывшей команды. За Акбарс он успел поиграть. Обычно так это и бывает. Выходит с двойным желанием и добивается своего. Глазачев столько бывших команд, что у него практически в каждой игре должно быть двойное желание. Еще одна шайба случилась. В игре Мартин Шкарсумс за пять минут до окончания основного времени забивает четвертую шайбу московского «Динамо». А в тот момент всем стало понятно. «Динамо» сегодня свое не отдаст. Московская «Динамо» таким образом одерживает очередную победу. Уже пятая победа подряд. Ну и вот на что хотелось бы обратить внимание. Да, такой ответственный, серьезный матч. Акбарс дома вроде как фаворит. Акбарс 39 бросков по воротам нанес. Московская «Динамо» 16. При этом четыре заброшенные шайбы. Мастерство. Мастерство и использование моментов. И вроде бы, казалось бы, при хорошей обороне, при отлаженной обороне Акбарса, контратаки. И в этих контратаках «Динамо» забивает. То есть мастерство в проведении контратак. Поскольку, ну вот глядя на тех, кто забивал, да, у нас Жердев только пятая шайба, да, Буткин первый гол забил. Глазачев хочет спросить, какое мастерство, вот, собственно, везение? Возможно, какие-то претензии можно предъявлять Нильсону, да, в этой игре. Мог где-то он там в голе с Жердева где-то получит сыграть. Того же Буткина. Но мы сейчас здесь сидим, рассуждаем, а он там играет на площадке, поэтому невозможно сейчас сказать, что было в тот момент. Там, когда забивал Буткин, было видно, что перед ним игроки. То есть, не знаю, может быть, в этом поражение команда. Но в любом случае, Динамо показало, что за минимальное количество бросков они сделали максимальный результат. Говоря об Акбарсе, Акбарс выиграл четыре последние матчи. Вот эта домашняя серия начиналась игрой против Магнитки. Тогда сумасшедший настрой, команда готовилась. Хорошая реализация. Потом были победы над Югрой, Трактором и Минским Динамо. Соответственно, со счетом 3-1, 2-1, 2-1. То есть, вот здесь как раз проявилось мастерство Акбарс. Вот приехал соперник выстроенный, и тут же возникли трудности серьезные у команды Зинтула Белядина. Это уже не первый раз по ходу нынешнего сезона. Мы можем предположить, что вот что-то подобное может с Казанию произойти в плей-офф? Ну, Белядинов над этим работает. Ну, да, показывает то, что чуть команда поорганизована, и есть вот какие-то такие огрехи в обороне в первую очередь. Ну, и надо сказать все-таки лестные слова про Динамо. Все-таки у них получается такая командная игра, и у них забивают все из любого звена, и каждый может отличиться и сделать результат. Вот сегодня там каждый по разу отметился, и забивали те, кто, в принципе, не так много забивает. Но игра важна, и они это сделали, поэтому надо отдать им должное. Динамцы всегда отличались своим ровным составом. Кстати, сегодня еще один молодой игрок дебютировал за московское Динамо. Речь идет об Егоре Орлове, представителе молодежной команды МВД. Две смены провел, но в любом случае вовлечение молодых игроков в чемпионат континентальной хоккейной лиги от динамцев вызывает только уважение. Сегодня состоялся матч также в Москве, где ЦСКА принимал Ярославский Локомотив. Две предыдущие встречи, которые прошли между этими командами, закончились успехом ЦСКА. Удалось ли прервать неудачную серию встреч против армейского клуба Локомотива, мы узнаем с вами совсем скоро. Локомотив сегодня лишился ведущих игроков. Не играл Локтионов, не играл Яковлев. Эти парни отправились в расположение национальной команды. Также не играл Новотны, но это, конечно же, могло повлиять на выступление Локомотива. Но Локомотив первым сумел забить, сделал это Коньков на 10-й минуте. Отмечу Пашнина. Не выключился Пашнин после броска и доставляет шайбу Галимову, который отличным пасом вывел Конькова на бросок. Целует голову, шлем. Сразу вспомнил Бортеза и Лорана Блана. Футболист в сборной Франции. Ну, у нас хоккеисты сборной Франции сегодня вышли на лед, а ответную шайбу забросил представитель Швеции после передачи Словенц. Ялмарсен. Двадцатая минута. Всего лишь 14 секунд не хватило Локомотива до того, чтобы удержать свое преимущество. А вот так забивает свою первую шайбу в КХЛ Никита Кварталь. Недолго думая, Артюхин бросает с острого угла и никем не прикрытый Кварталь на первые надобивания и празднует свой первый гол в КХЛ. 23 секунды прошло с этого успеха, и Игорь Волков увеличивает преимущество. 3-1. Не стал Радулову бросать из хорошей, в принципе, для него ситуации. И отдал пас. Здесь в борьбе Волков сумел протолкнуть шайбу в ворот. Да, Локомотив сегодня остался без лидеров. Не было Яковлева, не было Локтионова. Человек, который очень важен для большинства ярославцев. Но сегодня, забегая немножечко вперед, скажем, что одну шайбу в большинстве Локомотив все-таки сумел забросить. Очень оправданное удаление Артюхин. Он, кстати, вышел теперь уже в лидеры по количеству штрафных минут после вот этого фола. И вот что происходит. Ну, Кронвелл не стал ничего придумывать. Набросил шайбу от синей линии. И тяжело было вратарю, так как пытались там на пятаке подправить шайбу с лед. Здесь и Плотников, и Опальков. Дезориентировали вратаря, и ничего не мог поделать. Шесть минут было у Локомотива на то, чтобы сравнять счет. Однако, вот это вот время им не позволило перевести встречу в овертайм. Таким образом, ЦСКА одерживает уже очередную победу над Локомотивом. Третью по счету, четвертая победа подряд. Локомотив терпит уже третье к ряду поражения. Давайте посмотрим, что сказал после сегодняшнего матча вратарь ЦСКА Кевин Лаланд. Да, очень хорошая игра, и нашим соперникам почти удалось вернуться в нее, после того, как они пропустили две шайбы подряд. Но мы хорошо были готовы и физически, и духовно к этому матчу. В третьем периоде Локомотив немного бросал по моим воротам, но я был готов каждую секунду отразить самый сложный бросок. И ребята очень помогли мне. Они здорово убивали время в концовке, и третий период был лучшим за всю игру. Кевин Лаланд считает, что третий период был лучшим в исполнении ЦСКА в сегодняшнем матче. Еще одна встреча состоялась. Этот матч прошел в Мытищах. Атлант принимал команду Слован, и Атлант сумел одержать очень важную победу. Вот второй такой триллер между этими командами получился. Недавно команды играли в Братиславе, и там 5-4 Атлант победил. Атлант победил и сегодня. Победная шайба была на счету Евгения Бодрова. Ну вот такие матчи сегодня были в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Но сегодня внимание многих привлекала и открытая тренировка национальной сборной, которая, разумеется, состоялась в Новогорске. Был день открытых дверей. Ну и вот мы видим затем, как команда тренировалась. Тренировка прошла около часу, и что любопытно, вот сразу выкатились только полевые игроки вратарей. Где-то там застряли и не сразу появились. Мы как раз наблюдаем вот эту вот ситуацию, когда вот тренировка без голкиперов, а голкиперов, в общем-то, 4 штуки отправилась вот на этот сбор. Сегодня стало известно о том, что отелись три представителя. Из-за травм не смогут сыграть за сборную России против Чехии нападающий Александр Кучерявенко и Антон Бурдацов, но и также защитник Никита Пивцакин. Им на смену приехал Павел Колидов, вот один из защитников команды Сочи. Ну, посмотрим, как вот эти игроки сумеют проявить себя в матчах против сборной Чехии. Олег Знарок сегодня общался с журналистами в Мигзоне. Олега Знарка, разумеется, спросили о ситуации с вратарями. Все-таки 4 человека вот на этом сборе оказалось. Может быть, одной из самых неожиданных фигур вот в этом списке является Максим Третьяк. Третьяк, ну, давайте послушаем, да, вот сколько вратарей все-таки поедет в Чехию на вот эти два матча. У нас есть тренер по вратарям. Да, он профессионал. Он говорит, кто поедет, кто не поедет. В следующий раз, значит, поедет другой молодой. В следующий раз поедет другой молодой. Мы всех молодых будем просматривать, особенно 96-го года рождения. К чемпионату мира. Четыре вратаря, наверняка... Три поедет. Три поедет, да? Кто не едет? Не знаю. У нас есть тренер по вратарям. А как распределиться между ними время? Есть тренер по вратарям. Он распределяет время. И он у нас профессионал. Поэтому мы ему доверяем. Олег Знарок, главный тренер сборной России, всецело доверяет тренеру по вратарям. Кстати, вот сегодня Знарок объявил капитана сборной. Им стал Егор Яковлев. Ассистентами оказались Андрей Локтионов и Александр Попов. Не стало ли для тебя неожиданным назначение капитаном именно Егора Яковлева? Ну, я так понимаю, тренеры назначают капитанов. Значит, Егор чем-то понравился, проявил себя, возможно, в каких-то определенных моментах в игре. Все-таки он чемпион мира и был с Знароком на этом первенстве. И, по-моему, три человека всего лишь с медалью. Ну, вот как раз три чемпиона мира, это все с буквами. Вот. Ну, доверили. Я считаю, что для Егора это событие. Все-таки не каждый раз становишься капитаном сборной. Пусть даже вот такой вот, молодежный, экспериментальный, так скажем. Но я думаю, что, не думаю даже, а уверен и пожелаю ему с буквой «К» выиграть эти матчи и продолжать в том же духе только победу. Мы тоже, конечно же, этого желаем. Он был в Новогорске и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Он говорил не о нынешней ситуации в сборной, он скорее говорил о будущем. И речь зашла о Кубке мира в Канаде. Это рекорд. Никогда таких молодых игроков не было у нас. И мы считаем, что это прорыв, это наше будущее. И вот даже вот тут прикинулись с фейерским штабом, наверное, было бы здорово, вот если бы вот такая сборная могла бы участвовать в Кубке мира. Потому что сборная Канады молодая участвует в Кубке мира. Почему бы не могла сборная России молодая участвовать в Кубке мира? Мы будем это предлагать. Контракт в Кубке мира уже подписан. Владиславом Татяковым. Но поэтому, конечно, какие-то детали можем еще доработать. И хотелось бы какие-то детали доработать с точки зрения коммерции в том числе. Ну и с точки зрения спортивной составляющей очень важно. Какие-то моменты доработать, потому что это несправедливо, что сборная Канады участвует молодая, сборная России не участвует. Как, например, если сборная Канады взрослая играет со сборной Канады молодой, они же могут специально договориться между собой про распределение очков. Например, если Россия идет третьей в этой ситуации, то может посарать наша команда. По поводу вот этих денег, там фиксированная сумма, она учитывает и перелеты, и там нет такой суммы, которую можно сейчас озвучить. Но дело в том, что там всем странам раздается одна и та же сумма, да, и одни и те же условия. Наверное, все-таки сборная России – это такой бренд, который, наверное, превышает многие другие сборные, с точки зрения своих игроков, звезд, которым у нас играют в нашей команде. И, наверное, если посмотреть с точки зрения бизнеса, капитализации нашей сборной, наверное, мы являемся на уровне Канады, да, поэтому с точки зрения мы должны это тоже всегда учитывать, что наша сборная очень высоко оценивается. Если, например, рассмотреть такой вариант событий, что турнир проходит без нашей команды, без сборной России, наверное, статус турнира будет совершенно другой. Статус турнира будет совершенно другой, поскольку сборная России, она всегда на уровне со сборной Канады. Это слова Романа Реттенберга, первого вице-президента Федерации хоккея России. А теперь мы к нашим рубрикам перемещаемся, и на очереди лучший момент игрового дня. Внимание на экран. Этот момент выбран из матча «Динамо-Минск-Медвещак». «Динамо-Медвещак», численное преимущество «Минчан» в середине встречи, бросок, отскок, гол. Да, конечно, Бейлину в этом моменте очень повезло, и хотелось бы вот так вот каждому, наверное, защитнику забивать, бросать мимо, и потом ехать поднимать руки, чтобы шайба сама заходила в ворот. Подобного ничего не забивал? Забивал. Была такая одна шайба, даже помню, это было с Атлантом, также бросил в борт, не попал, и потом увидел только загоревшуюся лампочку, и не понял, что произошло. Шайба, она, как и пуля порой, дура. К сожалению, мало таких было шайб, так может быть больше. Понятно. Тройка лучших игроков сегодняшнего дня. Появляется перед вами Артемий Панарин, играет по-прежнему бесподобно, голые две результативные передачи. Во всех трех шайбах Скаун сегодня поучаствовал, плюс один показатель полезности. Александр Лазушин тоже продолжает играть здорово, мы им продолжаем восхищаться. 38 сейвов в матче против Акбарса, это, разумеется, позволило «Динамцам» победить. И Андрея Степанова, отмечаем, единственный человек, который сегодня дублем отметился, на его счету победная шайба. Все внимание на турнирную таблицу западной и восточной конференции. ЦСКА побеждает, и ЦСКА еще больше отрывается, с учетом встреч в запасе. Московская «Динамо», благодаря победе, сумела впервые за долгое время оказаться на третьей позиции. Смотрим, какие перемещения были в нижней части турнира на таблице. «Атлант» уже десятых, 69 очков команда набрала. Чуть ниже спустились «Витя», «Северсталь» и «Медвещак», словом по-прежнему последний. Восточная конференция у нас там «Казанский Акбарс» 110 очков сумел набрать. Ну и, в общем-то, лидеры те же. Дальше Сибирь, «Магнитка» и «Омский Авангард». Если завтра плей-офф, какие нас пары с вами ожидают? Давайте еще посмотрим на это. ЦСКА Рига, СКА Сочи, «Динамо-Москва-Локомотив» – вот очень интересная парочка. «Йокерит» Минска и «Динамо». Вот произошли в этом отношении изменения благодаря победе «Московского Динамо» в матче против «Казанского Акбарса». Но «Акбарс» по-прежнему первый, и он пока против «Автомобилиста». «Магнитка» против «Бориса», «Сибирь» против «Трактора», «Авангард» против «Салавата Юлаева». Вот такие вот семь матчей состоялись сегодня. Завтра нас с вами ждут две игры. Давайте посмотрим, кто против кого сыграет в матчах континентальной хоккейной лиги. В 17.00 «Салават» и «Йокерит» – очень интересная вывеска. Не менее интересная вывеска в матче, который начнется в 19.30 – «Сочи» против «Бориса». Это все завтра. Об этом мы и поговорим здесь в студии вместе с Александром Гуськом. На этом все. Владимир Гучек, Александр Гуськов для вас сегодня в эфире «Кхелп подробно». До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова